Всем привет, меня зовут Наташа, добро пожаловать на мой канал! Новогодние каникулы подходят к концу, и я надеюсь, вы провели время продуктивно. А это значит, что каждый из вас составил список целей и планов их достижения, а еще лучше, если вы уже приступили к реализации этого плана. Надеюсь, в списке ваших целей есть обязательный пункт «Повысить вашу энергию, улучшить здоровье и физическую форму». В моем списке всегда, из года в год, этот пункт есть. После новогодних праздников тема улучшения физической формы и улучшения своего здоровья, а также возвращения энергии на прежний уровень, а лучше поднятия своей энергии, очень актуальна. В поисках ответа на вопрос «Как похудеть?» ноги начинают бросаться от одной постновогодней диеты к другой, при этом частично посидев на одной диете, переходит на следующую, и так бесконечно. Вес то снижается, то снова поднимается, и это не ведет к никаким долговременным результатам. Для того, чтобы похудеть на 5, 10, 15, а то и 20 килограммов, делу необходим грамотный и комплексный подход. А это значит, что он включает в себя физические нагрузки, питание и хороший сон. Формировать новые привычки нужно постепенно, добавляя по одной, по две в неделю, и четко контролируя то, как вы идете к цели. Потому что держать в фокусе сразу все, пытаться отказаться от сахара, от мучного, от жареного и жирного, при этом не дав себе никакой альтернативы этим продуктам, при этом нагружать себя физическими нагрузками, которым вы совершенно не привыкли, просто невозможно психологически. И к тому же очень тяжело удерживать внимание на всех этих элементах. Сегодня мы с вами разберем три ключевых принципа, которые помогут вам начать, начать менять себя и делать себя лучше. Первый принцип – это мотивация. Самоконтроль и достижение результатов без мотивации невозможны, потому что в противном случае вы будете постоянно сходить с пути, вы будете бросать дело на середине, просто потому что вам не хватает энергии, энергия берется откуда, у вас должны быть причины, у вас должен быть повод, почему вы хотите достичь того или иного результата. Это касается всех сфер, не только похудения. Одного желания влезть в любимое платье или пройти в купальнике медленной походкой по пляжу недостаточно. В конце концов, вы можете купить новое платье или пройтись в купальнике из той формы, которая сегодня у вас есть. Этого мало. Вам нужны четкие причины, по которым вы хотите достичь результата. Например, если речь о купальнике, вы хотите сделать действительно красивые фотографии, вы хотите нравиться себе, хотите услышать комплименты от окружающих, это очень сильно мотивирует. Может быть, вы хотите кому-то понравиться, и вы понимаете, что противоположному полу больше нравятся именно вот те девушки, к которым вы стремитесь. Красивые, спортивные. Но есть и более серьезные причины, например, болезни. Многие из тех людей, у кого есть лишний вес, сталкиваются с такими болезнями, как диабет, варикозное расширение вен, возможно, появляется гипертония. Целый список болезней, к которым приводит лишний вес. И это зачастую более сильная мотивация, более сильная причина, по которой люди хотят похудеть. Потому что понимают, что качество их жизни снижается в разы, когда у них начинаются проблемы со здоровьем. Это уже не только чисто моральный дискомфорт, это уже именно физический дискомфорт. И в этом случае, что называется, нужно брать быка за рога. И я помогу вам в этом, и я надеюсь, что вы будете четко идти к цели, и будете понимать, зачем вы это делаете. Каждый день думайте о своей цели, держите ее в фокусе, и думайте над тем, зачем вам нужно ее достижение. И дисциплина – это второй принцип, который обязательно нужен для того, чтобы достичь цели. Любой цель, вне зависимости от того, она материальная, какая-то моральная, вы хотите воспитать себя какое-то качество, введите дневники, различные дневники бывают, дневники питания, дневники тренировок, дневники сна, дневники того, сколько вы пьете воды в день, потому что это тоже важно для поддержания вашего здоровья. Если у вас нет весов, это не повод не вести дневник. Вы можете мерить тарелками, ложками, чашками, горстями. Различные способы есть, и при этом в интернете довольно много информации о том, сколько в одной чайной ложке, к примеру, изюм. Я люблю писать о том, сколько чего я съела, и это очень сильно мне помогает. Особенно это помогало на первых этапах, когда я только, что называется, становилась на путь истинный. Да, в какое-то время я начала есть овсянку по утрам, потом у меня каким-то образом шли котлеты, но, к слову, я никогда не любила майонез, я не любила макароны, и так уж сложилось, что моя мама всегда готовила для меня отдельно. Если всем готовила салат с майонезом, то для меня замешивала со сметаной. Ведите дневник хотя бы на протяжении трех, пяти, может быть, семи дней, и уже через это время вы сможете примерно понять, где ваши ошибки. Обратите внимание, в первую очередь, на то, сколько вы съедаете овощей, фруктов, злаков и белковой пищи. Обратите внимание на то, также, сколько вы съедаете жареного, жирного, сладкого, мучного. И в основном, последние четыре пункта, это и есть причина лишнего веса, и в том числе низкого уровня энергии. У каждого человека все индивидуально. Нет какой-то одной конкретной схемы, которая работает для всех. Кому-то легко похудеть, кому-то легко набрать. Повторение мать учения, поэтому сейчас мы с вами повторим о том, что необходимо сделать для того, чтобы стать на пути истиной, улучшить свое здоровье, повысить свою энергию и прийти в нужную форму. Первое, это мотивация. У вас должно быть четкое представление, зачем вы хотите добиться цели. Второе, это дисциплина. Вы должны контролировать то, что, как и сколько вы едите, как вы готовите еду, что вы кладете в свою тарелку. Вы обязательно, третий, должны отказаться от сахара. Да, еще один небольшой пункт о том, как можно повысить свою мотивацию. Развесьте, расклейте. Везде картинки с той фигурой, той формой, которой вы хотите прийти. Или, возможно, с картинки с тем человеком, который вас мотивирует. Пускай они помогают вам не забывать о вашей цели. Расклейте по дому стики, на которых будет написана ваша цель. Не надо ставить огромных, грандиозных целей, к лету скинуть 40 килограммов. Это нереально сделать без вреда для организма. Пусть ваши цели будут более реальными. Поставьте себе 2 килограмма в месяц. Это легко сделать, относительно легко, если вы будете себя контролировать. Но при этом, уменьшая свой вес на 2 килограмма каждый месяц, только вообразите себе, за 5 месяцев, которые остались до лета, вы сможете потерять 10 килограммов. Поверьте, 10 килограммов жира – это очень большие объемы. Обязательно поставьте себе на рабочий стол компьютера, на рабочий стол телефона какую-нибудь мотивирующую картинку или надпись. Пускай они помогают вам держать цель в фокусе. И много энергии вам успеха. Подписывайтесь на мой канал. И вместе с вами мы будем дальше изучать основные секреты правильного здорового питания и энергичного образа жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok